Привет всем! Это видео о том, как вернуться обратно к Windows 7 или 8 после обновления до Windows 10. Многие пользователи, решившие обновиться до Windows 10, беспокоятся, что не смогут вернуться к предыдущей версии системы, если им что-то не понравится в десятке, и им придется полностью переустанавливать свой Windows 7 или 8.1. На самом же деле, об этом можно не беспокоиться. Это возможно, потому что в процессе обновления до десятки файлы предыдущей установки Windows автоматически сохраняются в папке Windows Old на системном диске. Но имейте в виду, данная папка автоматически удаляется системой через 10 дней после обновления. Если была осуществлена чистая установка Windows 10, то описанный метод не подойдет. Итак, чтобы выполнить откат с Windows 10 до предыдущей версии системы, вам нужно Запустить параметры в меню Пуск. Перейти в раздел Обновление и безопасность, где вы увидите несколько подразделов, в том числе Восстановление. Выберите его. Перед вами появится несколько параметров, из числа которых вас интересует вернуться к Windows 7 или Windows 8.1, в зависимости от того, какая версия у вас стояла раньше. Нажмите Начать. После непродолжительной подготовки система попросит вас указать причины возврата. Эти сведения будут отправлены в Microsoft. Выберите любой из предложенных вариантов и нажмите Далее. Следующее окно. Проверить наличие обновлений. Нажимаю Нет, спасибо. Далее вы увидите окно с информацией о том, что некоторые настройки системы, которые были осуществлены после обновления до Windows 10, при возврате не сохранятся. А также рекомендацию о необходимости создания резервной копии данных, на случай возникновения неполадок. Имейте в виду, что те программы, которые были установлены после обновления до Windows 10, при откате системы не вернутся на вашу Windows 7 или 8. Они будут удалены. Далее. Затем еще одно окно с информацией о необходимости помнить пароль вашей учетной записи. Далее. На заключительном этапе, когда Microsoft поблагодарит вас за то, что вы попробовали Windows 10, нажмите Вернуться к Windows 7. Процесс отката займет некоторое время и будет полностью автоматическим. После непродолжительной подготовки ваш компьютер или ноутбук перезагрузится и появится окно о восстановлении предыдущей версии Windows. Остается только подождать несколько минут и после очередной перезагрузки снова загрузится Windows 7. Обратите внимание, что при откате системы предыдущей версии Windows 7 в нашем случае, ее активация не сохранится. Поэтому будьте готовы активировать ее заново. Данный метод восстановления предыдущей версии Windows актуален в течение 10 дней с момента обновления до Windows 10. После истечения 10 дней предыдущую версию системы, в нашем случае Windows 7, можно восстановить только с помощью ее образа, который необходимо создать до начала обновления до Windows 10 или же путем чистой установки. В предыдущих наших видео смотрите о том, как бесплатно обновить Windows 7 до Windows 10, а также как быстро установить Windows 7. Если в результате установки, переустановки, обновления или сброса Windows, вами были утеряны файлы, вы можете их восстановить с помощью Hetman Partition Recovery, о чем также есть отдельное видео на нашем канале. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях. Всем спасибо за внимание, удачи!